ну что вот мы и дождались утро я вы сейчас на компьютер еду ребят наслаждаюсь конечно есть еще некоторые нюансы если вам слышно тут воздух немножко шипит где-то разобраться а так конечно ген ворсболит будь здоров сейчас двигаемся по чикаго экспериментирую там сиденье повыше сиденье пониже привыкающих коробки потому что знаете надо еще обороты словить хорошее ну а так в целом вроде все неплохо капотом вчера я ночью не занимался потому что уже было очень поздно я ушел в гаража только аж в пол третьего вот и пол третьего ночи а сегодня 8 утра я уже должен был выехать да ген ворсболит ребята будь здорово я даже уже и не газую так еле-еле до педали дотрагиваюсь сижу вот привыкаю конечно сейчас мы подлокотники бы еще раз кинуть но я просто не хочу снимать чехлы сиденье потому что там но грязный будем лазить механики то есть вот чтобы не попачкать уже потом когда все закончится конечно же мы все это дело откроет впечатление у меня знаете я проехал вот уже 30 минут я уже привык капоту то есть казалось вот первые метры первые пару километров конечно это очень сложно сидишь на этот капот смотришь больше мне еще вот эти бочки я такое чувство что я суперсайзом еду то есть я постоянно пытаюсь полосе быть смотрите как потом идет ровненько я руль отпустил он просто едет малейшее его движение рулем все он как бы слушается конечно ощущение неописуемое да так вот насчет капота немножко еще капот потряхивается я его вчера не делал говорю было очень поздно но надо будет заняться не знаю слышно вам или не слышно но бренчит здесь потому что там разбито а здесь бренчит она вот такой перекос получается и вы час слышите шипение воздуха идет вот это есть проблема надо ее как-то устранять не знаю что происходит ой так что трогаемся сейчас но сейчас много машин даже не получится пошуметь чуть-чуть потор работает ровно воздух идеально в смысле держит нужное количество давления и мост вот машинка идет замечательно ну что уже включимся включимся когда приеду делать компьютер я знаю сейчас ребята вы дима не выключай камеру так хочется это ну поехать еще я сто процентов уверен что с каждый горит просто скорая чё-то просто бордюр они прямо через бордюр прыгают наверно надо остановиться малек здесь как-то такие вот правила я на маленькой скорости вон там зеркало видится несется остановимся остановимся все ребята включимся уже когда будем настраивать компьютер съездил я к саше но ребята это не тот саша который маляр другой саше и ездил я по поводу компьютера чтобы настроить все вот эти кнопочки видите у меня вот очень интересно круиз теперь включается значит смотрите чтобы включить круиз нажимаем set вместо он нажимаем set раз и вот машина она не едет а теперь нажимаем сигнал раз все машина поехала на круизе подкидываем газку в общем такая вот история ну и engine break там тоже есть свои нюансы а по сигналить видите чтобы выключить круиз-контроль нажимаю тут у нас сигнал в общем это все из-за перепрошивки из-за того что немножко другая программа стоит я так предполагаю ну либо еще предполагают ребята здесь перепутанные вообще вот эти вот вся проводка вот значит вот такая вот ситуация но заодно мы съездили и убрали горящий чек-энжин который горел ABS не смогли прочитать то есть компьютер видит что ошибка ABS есть но из-за чего не поняли проверили все датчики все датчики работают все датчики включаются но ABS почему-то горит ну будем еще добираться до него по воздуху то что воздух шипит с этим тоже разобрались сейчас я приеду в гараж сделаю ну и помимо этого что было за engine brake что за ошибка была значит в этом двигателе BXS есть подобие системы EGR да типа выхлопные газы чтобы более-менее чистый выхлоп был кет еще ставил в эти годы пробовал но дальше не пошло ну и вот этот чек-энжин горел именно на пятом цилиндре стоит там датчик вот этот датчик барахлил мы вскрыли клапанную крышку одну вот и там этот датчик он мне просто внутри поменял прямо в двигателе прямо внутри поставил новый датчик и проблема ушла плюс еще поменяли там один сенсор сенсор короче Саня молодец вот меня с ним познакомил Давид поэтому Давид тебе тоже огромное спасибо что познакомил меня с Сашей вот Саша такой нормальный достаточно мастер вот быстренько разобрался с проблемой нашел устранил обидно что не смог сделать компьютер но это не беда доберутся руки и это сделаем то есть в принципе машина едет все работает и круиз и энджин брейк работает просто не на тех кнопках которых должен быть с этим будем позже разбираться сейчас главное скажем так привести машину в чувство ну вот и все еще надо кое-какие манипуляции с капотом сделать будем придумывать чтобы он не не брончал не тарахтел но это такое уже мелочи наживное вот так машинка едет отлично разгоняется супер прет просто как танк я педалька газа настолько чувствительная чуть-чуть нажмешь все слышите да валит просто как сумасшедший сейчас я еду в гараж будем некоторые моменты доделывать ну и уже скорее всего завтра будем его ставить на прицеп и поедем домой ну что друзья пришло время выезжать сняли на кенворте трубы выставил кенворта на позицию сейчас время разгружаться поэтому я вам еще раз показываю как это делается многие спрашивают значит поставили прицеп на тормоза сейчас объединяем все шланги воздух и электричество для того чтобы сбросить прицеп дальше что нам нужно нам нужно открыть замок открываем здесь замочек опа раз и сейчас очень просто просто выезжаем из-под прицепа так сбрасываем воздух есть дальше какая у нас процедура дальше снимаем восьмерки сюда сюда опять же убираем воздух и электричество так вот сюда их заворачиваем чтобы они нам не мешали и вторую сверкнуть теперь обратно заезжаем под прицеп так завор закрылся дальше берем наши проставочки деревянные и кладем между рамой и прицепом для того чтобы гусак не упал прямо на раму когда я буду от него отъезжать все подложили сейчас проверяем бывает иногда замок ослаблены сразу но не сегодня поднимаем подушки сейчас подушки поднимут гусак здесь ослабится и штырь блокировочный достался все теперь нам надо просто отъехать так отъезжаем чуточку вперед так чтобы у Кенворда было достаточно места для того чтобы заехать я думаю что наверное вот так вот и хватит ну а теперь дело за Кенвордом сейчас мне пришлось обратно снимать задние фонари вот здесь вот помните да? мы их все ставили для того чтобы записать как говорится красивое видео здесь сняли трубы так Кенворд сиденье опять накрыли чтобы не испачкаться заводим с пол оборотика так а возьму чуть-чуть вперед чтобы мне было удобнее и теперь и теперь едем заданная прицеп у оборудование в переход Сейчас будем делать, как говорится, диагональная парковка. Так, ну а тут уже у нас сейчас будет самая интересная часть погрузечки. Так, чуть-чуть. Пойдем посмотрим, что у нас получилось. Ну как тут, все в порядке? А, чуть-чуть болтами амортизатора, да, стукнулся? Сейчас посмотрим, как у нас стоит там все. Можно его слегка вперед пододвинуть, ничего страшного. Сейчас чуть-чуть слегка вперед проеду. Трубы шумят. Наверное, и хватит. Все, Кеша, вырубаемся. Ага, надо снять подушки, спустить. Так, подушечки спускаются, да? Ага. 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 Друзья, всех приветствую из штата Огайо. У меня уже следующее утро началось. Я еду. Вчера ничего не снимал, так как две недели я был занят. Работал, работал, ни с кем не разговаривал. Вчера уже выехал и целый день болтал по телефону. Там и с женой наговорился, и с друзьями наговорился. Со всеми, потому что просто не было времени. Сегодня переночевал. Ночевал на таком тракстапе, travel center of America. Древнейший такой тракстоп. Как бы парковка там хорошая. Но на этом все заканчивается. Вот честно, парковка и солярка. А все остальное, вот как оно было на древнейшем уровне, так оно и осталось. Вот я вам честное слово говорю. Взял там кофе, сделал два глотка, ребята. Я до сих пор уже полчаса прошло и не могу от него, от этого послевкусия избавиться во рту. Потому что оно настолько противное было кофе. Ужас. Отвратительное. Вот, ребята, сейчас на рынке самое лучшее кофе. И еще Лавс не отстает, делает хорошее кофе. Пришлось мне остановиться на пару минут. Взять себе чашечку свежего, вкусного кофейку. Наслаждение одно, реально. Потому что с утра ехать без кофе я, ну, я не могу. Меня просто кайфую. Так, до дома. До дома, ребят, мне осталось 5 часов 40 минут. Я вчера где-то столько же проехал. Часов 6, наверное, может 7. Вот, ну и сегодня столько же мне остается. Я уже где-то часик сегодня еду. Вон какая река полноводная, ого. Едем мы на Фредике, тянем Кенворда. Многие спрашивают, что теперь будет с Фредиком. Ничего не будет, ребята. Никуда он не денется. Фредик есть Фредик. Что-то придумаем. Пока, в любом случае, пока еще какое-то время, наверное, я чуть-чуть, наверное, поезжу на Фредике. Вот. Сейчас моя задача будет оформить Кенворда. Значит, я получил тайтл, так называемый паспорт на машину. Вот. Сейчас я должен отнести его в местное ГАИ. Это у нас называется DMV. Вот. Там получить новый паспорт уже на свое имя. Ну, а дальше связываться с моей компанией. И у них уже с ними кооперироваться, чтобы они мне ее ставили на учет в компанию. Вот. Также там будут локбук куда-то устанавливать. В общем, такие немножко организационные вопросы. Но первым делом, друзья, у меня поездка домой. Я уже больше месяца не был дома. Я выехал. Вообще, как все это получилось? Я выехал-то поработать буквально на неделю, на неделю. Максимум дней на десять. Я также не говорил, потому что карантин был. Сидели все дома. Я говорю, жена, не могу уже сидеть. Говорю, поеду чуть-чуть поработаю. И скоро вернусь. И так получилось, видите, возвращаюсь аж спустя месяц, даже больше. Потому что появилась вот такая возможность случайно. То есть я это не планировал, вообще не планировал. Я выехал работать. Мне позвонил тогда Олег. И я купил трак. Видите как. Я купил трак. Плюс занимались с ним еще. Делали. Сделали. Я не мог просто, вот физически просто не мог привезти его в Чикаго и полететь домой отдыхать. Понимаете? Я, во-первых, для вас снимал это раз. Во-вторых, сам учился ремонтировать машину. Вот. Ну и знакомился с автомобилем. Потому что там какие-то нюансы может быть. То-се. Невозможно было бы его оставить. Поэтому я провел время вот с ним, как говорится. Ну а сейчас вот еду домой. Буду проводить время с семьей. Так что уж, если ролики немножко будут выходить с задержкой. Ну в смысле там неделю без роликов. Полторы посидите. Ничего страшного, ребят. Я думаю, вы меня поймете. Я и так в этом месяце в мае вас всех порадовал. Сейчас уже конец мая. Вот. Порадовал. Столько выпусков было про Кенворд. Вот. 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 Не знаю, к чему это дождь начался. Такая погода странная. Обычно, говорят, дождь, знаете, типа, если ты уезжаешь куда-то. Говорят, ну это вот небо плачет. Не хочешь, чтобы ты уезжал. Так я домой еду. Наоборот, должно быть солнышко. Радоваться. Ха-ха. Может наоборот, это небо радуется. Так. И у него слезы счастья, что Димка домой едет. С Фредиком возвращается домой. Не знаю. Посмотрим, друзья. Купил. Сейчас был на Тракстапе. Купил дочке вот такую мишку такого плюшевого. Красивый. Не смог я, не удержался. Вот. Ну и жене там есть тоже подарки. Косметика. Электрочайник. Барбекю. В общем, весь с подарками еду. Для меня большой подарок это Кенворд. И девчонкам тоже. Так. Тоже подарки. Уже долгожданная встреча будет. Будем обниматься. Целоваться. В общем, все как бывает, друзья. Так что держите руку на пульсе. Скоро Димка будет дома. Ну что, я добрался домой. К сожалению, не снимал ни разгрузку, ни как там за мной. Ребята жена с дочкой приехали. Дождь был. Дождь. В общем, трак я разгрузил. Трубы поставил. Там заднюю эту поставил. Блин, такая здесь педаль. Газочувствительная. Вот чуть-чуть нажимаешь и трак просто летит. Я не знаю, друзья, передает вам этот звук камера или не передает. Но здесь турбины просто дают такой свист, что конкретно. Но сейчас попробуем. Вот если светофор будет красный, то мы там немножечко разгонимся. И вот о чем я говорил. Капот стучит. Опять же, если камера вам слышно. Энджин брейк включаем. Но он не такой прям мощный, я бы сказал. Я имею ввиду по звуку не такой мощный. Сам по себе то он нормальный. В общем, буду дома дней десять. Буду заниматься траком. И уже там посмотрим, что к чему будет и почему. Что-то все повыстраивались. В один ряд. А мы с этого ряда повернем. Жена смеется. Говорит, ай ты, Димка, ай. Я бы сейчас немножко посигналил бы. Они еще сигнала не слышали. Ну, ладно. Пока не буду. Блин, и во дворе вроде не посигналишь. Потому что там соседи, дети. Повыбегают потом. Но если попросят, подудим. Так, ну-ка, ребят. Послушаем звуки. Звуки. Знаете, почему все сюда перестроились? Потому что с этой правой полосы только она сужается. Поэтому мы сейчас... Стрелка тахометра, я не знаю, если вы видите, она просто бешеная какая-то. И только-только буквально нажимаешь на педальку газа и сразу... Вшу. Вшу. Я вам скажу так. Я сейчас приехал, сел на него второй раз. И у меня такое чувство, что я уже на нем всю жизнь сидел. Нормально, в общем, привыкаешь быстро. Так, ну что, ребят, я уже добрался. Встретимся возле дома. Ребят, Лен, помаши ручкой. Если вы думали, что работы по Кенверту закончились, то это не так. Я приехал домой вчера вечером. Загрузил трака, видите, под гараж поставил. И продолжаем заниматься. Значит, какая проблема сейчас вырисовалась? Ну, первое, что я хочу сделать, это будет капот. Пока до него это в последнюю очередь заберемся. Вон там изнутри я, наверное, вам показывал. Видите, растрескалось тут все. Надо будет чинить. А вторая причина, ребята, где-то я уже разобрал там сейчас панель переднюю. Не совсем, но разобрал. Принес воду. Течет, течет, друзья. Если я говорил там в первой серии, что у меня течет вода, я не понимал, почему. Значит, вчера шел сильный дождь, пока я ехал, натек весь салон воды. Вот здесь вот, ребята, все мокрое. Конечно, уже немножко подсохло, потому что сейчас на улице жарко. Видите, рука блестит, мокрое. Я на ночь вот сюда ставил бутылочку, баночку с водой, которую сейчас дочка забрала и накапала. Накапала воды, то есть где-то по педали стекает. Я сейчас тут разобрал. Снял панель. Снял еще верхнюю вот эту панель. Снял люк. Здесь у нас вот тут вот болтов не хватает. Пока не могу понять, почему. Может быть, нет такой необходимости в стольких болтах. Но будем выяснять причину. Сейчас постараюсь, может быть, снять обшивку еще. Сейчас Лена будет поливать воду вот сюда. А я буду смотреть, откуда там течет. Вот. И потом еще люком будем заниматься. В общем, сейчас в первую очередь у меня не капот, а в первую очередь устранение течи. Потому что это, ребята, очень неприятно. Потому что если будет течь, я не буду за этим следить. Оно потом будет плеснеть и так далее. Кстати, в крайнем ролике про окончание ремонта я не сказал. Вы многие просили сказать, что почем обошлось. Значит, трак вышел мне в 15 тысяч, вы помните, да? Купил я его за 15 тысяч долларов. И в ремонт, полностью ремонт вместе с работой, с запчастями, со всеми делами обошелся мне еще в 15 тысяч. Может быть, чуть-чуть дешевле. Потому что там, как бы, я посчитал все расходы. Именно там я... Машина у меня была, я заправлял, кушать, покупал там то-се. Может, там тысячу можно откинуть. Ну, в общем, на все про все 15 тысяч ушло. На все запчасти, на все ремонты, с работой, со всеми делами. Я на это, ребята, рассчитывал. То есть, именно эту сумму я и хотел потратить на ремонт. И как раз в нее я вложился. Так что, вот, вы просили, я сказал, ребят. 15 тысяч трак, 15 тысяч ремонт. 30 тысяч мне обошлась машина. Папа! Поздоровайся, доченька. Папа! Да, Саша. Я не видел мой мячик. Твой мячик, зайка? Да. Ну, пойдем поищем? Да. Все, ребят, я пошел искать мячик. Это очень сейчас жизненно необходимо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!